МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Угненск ТВ вновь время новостей. В студии Хамниг Матуллин и Дарья Человекова главная тема сегодня. День Святой Троицы, один из наиболее значимых праздников, отметили православные верующие в минувшие выходные. Дорогу вдоль гаражей в Кобицыно отремонтируют к концу лета. С 10 июня сквозной проезд по улице Кобицынской в сторону Балабаново будет закрыт. Повреждены три иномарки. В ночь с 4 на 5 июня на автостоянке на улице Курчатова в Угненске произошел пожар. Детский оздоровительный лагерь «Полёт» принял первую смену отдыхающих. Перед входом на территорию ребят встречал многоцелевой истребитель МиГ-29. В минувшее воскресенье в православных храмах встречали День Святой Троицы. Второе название праздника – Святая Пятидесятница, поскольку это 50-й после Святой Пасхи день, в который по обещанию Спасителя апостолы получили дары Святого Духа. По традиции в этот православный праздник стены храмов украшаются веточками березы, а полы – свежескошенной травой. В Свято-Пафнути в Амборовском монастыре в субботу вечером служили праздничное всеночное бдение, а утром – воскресенье – божественную литургию. Богослужение возглавил наместник монастыря иеромонах Пафнутий Архипов, в сослужение с хиархимандрита Власия Перегонцева и других представителей монастырской братьи. Многие прихожане после вечерней службы остались возле храма в ожидании духовника обители – с хиархимандрита Власия. Он благословил духовных чад и поздравил верующих с великим праздником Святой Троицы. На коордиционном освещении руководителей органов государственной власти и территориальных федеральных структур региона, проходившем сегодня в Калуге, обсуждали исполнение законодательства в сфере охраны семьи, материнства и детства, защиты законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Речь, в частности, велась о соблюдении законных прав несовершеннолетних детей, оставшихся без опеки родителей. Их количество в Калужской области сокращается. За прошлый год снижение составило 4,6%. В данный момент в регионе проживают около двух тысяч таких детей. Свои доклады, посвященные этой теме, коллегам из федеральных и региональных органов государственной власти представили министр труда и социальной защиты Павел Коновалов и министр образования и науки Александр Аникеев. После чего слово взял прокурор Калужской области Александр Гулягин. Органами опеки не в полной мере исполняется требование закона, обязывающие их осуществлять контроль за сохранность имущества подопечных, что влечет приведение жилых помещений в негодность, мы такие факты устанавливали, невозможность проживания в них, и как следствие признание детей нуждающихся в улучшении жилищных условий и дополнительной нагрузке на бюджет. Имеют место нарушения, связанные с надлежащим исполнением государственных контрактов при строительстве жилья для указанной категории детей. Также выявлено нарушение выразившейся, непостановки на учет в качестве нуждающегося в обеспечении жилым помещениям. Хочу сказать в завершении своего выступления о том, что по проблеме детства и охраны детства, значит, меры, которые нами принимаются, будут только жестче. Поблажки здесь не будет с нашей стороны. Поэтому имейте это в виду. Спасибо за внимание. Доклад прокурора вместе с коллегами слушал и глава региона Анатолий Артамонов, который в это утро находился в Москве. Он отметил необходимость знакомства калужских чиновников с опытом передовых регионов в этой сфере. В частности, совсем скоро делегация нашего региона посетит республику Татарстан. Особое внимание губернатор призвал уделить именно приемным семьям. Я хотел бы, в первую очередь, обратить здесь внимание главу администрации муниципальных образований. Вот то, что произошло тогда в Людиново, это в первую очередь стало возможным из-за бездеятельности местных органов власти и невнимания к той семье, которая должна была такое внимание испытывать. Обсудили в Калуге ситуацию со снижением количества маршруток. В Обнинске с 1 июня водители общественного транспорта обязаны иметь российские права, но в Наукограде они есть пока не у всех водителей-мигрантов, работающих у перевозчиков. Глава городской администрации Владислав Шапша сообщил о ежедневном мониторинге, в рамках которого измеряется среднее время ожидания маршрутки. При этом за три дня в администрацию поступило только две жалобы. Дорога вдоль гаражей в Кабицыно будет отремонтирована. Дорожным бригадам предстоит фактически построить ее заново, обеспечив не только хорошее покрытие, но и систему стока дождевой воды, которая здесь исторически отсутствует. Как заявил на еженедельном совещании глава Обнинской администрации Владислав Шапша, ремонтные работы на этом участке должны завершиться к концу лета. При этом с 10 июня сквозной проезд по улице Кабицынской в сторону Балабаново будет закрыт. Доступ в гаражное общество останется свободным, как и вариант объезда этого участка. О чем еще говорили в администрации города, расскажет Екатерина Замахина. 2 июня часть обнинцев и жителей соседнего Кривского несколько часов провела без света. Обесточенными оказались районы, подключенные к станции Белкино. Достаточно оперативно справились, надо признать, неожиданная была авария. Ну да, это город, не совсем по нашей вине. Как только поступила информация о том, что у них не получается своими силами включить, просто поехали, все переключили на свои резервы и дали света. Городские службы справились? Да. Обсудили и сезонный вопрос подготовки школ и детских садов к новому учебному году. Общая сумма ремонта школ, который пройдет здесь в течение летних месяцев, почти 12 миллионов рублей. На детские сады выделено на 2 миллиона больше. Еще 5 миллионов город потратит на создание дополнительных мест в детских садах. К слову, очередь в дошкольные учреждения для детей в возрасте от 2 лет в Обнинске уже отсутствует. Ежегодный прирост детей в городских школах теперь превышает 500 человек. В 55-м микрорайоне планируется строительство новой школы. Но в июле компания ПИК гарантирует приступить. Когда они планируют обратиться за разрешением? В июле. Июль месяц. В начале июля, в конце июля. Это все будет зависеть от экспертизы. Мы сейчас с экспертизой связываемся, отслеживаем количество замечаний, которые там... До конца июля, скажем так, да? Да. Должны подать. Хорошо. Ордер на земляные работы по газу они получили? Нет, еще не получили, но вот к 16-му числу они его получат. Обсудили на совещании и планы по проведению летней оздоровительной кампании. Общее количество детей, которые должны отдохнуть в лагерях временного пребывания и оздоровительных учреждениях, расположенных за пределами города, составляет около 2700 человек. Натерина Замахина, Сергей Мокрецов, Угненск ТВ. На очередном рабочем совещании в администрации Боровского района сотрудники правоохранительных органов сообщили, что за прошедшую неделю поступило 307 сообщений и заявлений от граждан. Совершено 16 преступлений, 8 из которых уже раскрыты. В статистике правонарушений по-прежнему преобладают кражи на сегодняшний день велосипедов. На дорогах в Боровском районе было выявлено 6 пьяных водителей. На совещании обсудили и порядок выделения земельных участков многодетным семьям. Многие из семей уже получили заветные сотки в таких деревнях, как Сатино, Жилетово, Отрепьево, Ильино и в городе Ермолино. Сейчас в планах Боровской администрации подведение коммуникаций к участкам, где их нет. Понятно, что это не просто решаемый вопрос с коммуникациями, но надо нам все равно планировать и планы эти выполнять предельно точно. И если у нас есть понимание, что какие-то виды инфраструктуры построить, допустим, нам сложно будет очень быстро, то надо хотя бы реалистичный план составить и до людей его донести, чтобы они знали, что если не в этом году, то будет хотя бы в следующем. Глава администрации Балабанова Вячеслав Парфенов напомнил, что 12 июня состоится празднование Дня города. А в субботу на площади у Сквера Победы примут присягу на глазах у всего города солдаты срочной службы. Центральная улица будет перекрыта на несколько часов. О событиях, вошедших в фронику происшествий последних суток, расскажем в следующем сюжете. В воскресенье за помощью к стражам порядка обратился гражданин Узбекистана. По его словам, предыдущим вечером на улице Гагарина у него возник конфликт с соотечественниками в количестве четырех человек. Между мужчинами завязалась драка, но один в поле не воин. Мужчина не только получил телесные повреждения, но и лишился сотового телефона, находившегося в рюкзаке. Заявителя больше волновал факт кражи имущества. По словам мужчины, сотовый аппарат он приобретал в феврале этого года за 3000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Случай, который произошел в одной из квартир дома на улице Звездной, просто поражает цинизмом людей, совершивших преступление. Утром в дверь к пожилой жительнице Наукограда позвонили двое незнакомых мужчин. Когда бабушка открыла, они толкнули ее внутрь, затем обмотали ее скотчем и потребовали деньги. Но так как наличных денег в комнатах преступники не обнаружили, они похитили у хозяйки все имеющиеся золотые украшения, после чего скрылись. К счастью, пожилая женщина не пострадала и отделалась лишь испугом. Бдительные соседи вызвали полицейских, которым потерпевшая помогла составить фоторобот. Ведется розыск лиц, причастных к преступлению. А это видео с места происшествия прислал очевидец. В ночь с 4 на 5 июня примерно в 2.20 на автостоянке на улице Курчатова, 28А, загорелись сразу три иномарки. Предварительная версия случившегося короткое замыкание в салоне автомобиля «Лексус», в результате которого и произошел пожар. Владелица, полыхающей иномарке, кричала о помощи, но машину было уже не спасти. Водители пытались спасти свои автомобили, покидая опасный участок один за другим. А пламя тем временем быстро перекинулось на две другие машины, припаркованные по соседству. У автомобиля «Субару», который стоял справа, оплавились окна. Владелец успел его отогнать. А вот у «Хонды» слева загорелось колесо. Хозяин отогнал внедорожник на огонь, успел распространиться, повредив моторный отсек и часть салона. На записи слышны хлопки. Водитель чуть было не погиб сам. Его сын, душераздирающий, просит отца отойти от машины. Отходите, отходите, куда лезет? Отходите! 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 Кадры этой ночи напомнили эпизоды фильма ужасов. К счастью, кроме транспорта в этом происшествии никто не пострадал. В настоящий момент проводится доследственная проверка по установлению всех деталей случившегося. Действительно ли это была неисправность электропроводки или же умышленный поджог. Дарья Человекова, Николай Подлипалин, телекомпания «Обнинск ТВ». В минувшую субботу детский оздоровительный лагерь «Полёт» обнинского научно-производственного предприятия «Технология» имени Александра Ромашина принял первую смену отдыхающих. В этот день ребят с началом летних каникул поздравил первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов. Побывала на торжественной линейке наш корреспондент Евгения Борода. Отряда непохожие! В оздоровительный детский лагерь «Полёт» уже прибыло 170 детей. С каждым годом количество желающих провести летние каникулы в этом живописном месте только растет. Стоит отметить, что перед прибытием первых гостей, благодаря финансовой поддержке обнинского предприятия «Технология», корпуса детского лагеря были приведены в должное состояние. «Были отремонтированы корпуса, косметические ремонты, чистенько, тепло. И вот несмотря на такую холодную погоду, родители очень переживают, волнуются. В корпусах у нас очень тепло и созданы все условия, чтобы детям здесь было комфортно». Предприятие сделало еще один подарок для детского оздоровительного лагеря. Перед входом ребят встретил многоцелевой истребитель МиГ-29. И не случайно он был установлен именно здесь. В полете дан старт проекту, направленному на военно-патриотическое воспитание молодежи. На торжественной линейке по случаю открытия первой смены пожелал хорошего отдыха ребятам директор по административной работе предприятия «Технология» Дмитрий Еремин. «От лица всего руководства ОНПП «Технология» я желаю вам хорошего, приятного отдыха. И руководство, и все работники ОНПП «Технология» сделали все, чтобы лагерь был максимально комфортный для вашего отдыха и безопасный». Организация летнего отдыха детей – серьезный вопрос не только для родителей. Как рассказал первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов, перед открытием лагеря была проведена немалая работа, касающаяся как проверки безопасности, так и создания комфортных условий для пребывания здесь школьников. «У нас нет никаких отрицательных оценок по данному вопросу со стороны федерального центра. Федеральный центр, наоборот, сейчас очень серьезно озадачился таким системным подходом к организации детского отдыха и оздоровления, поэтому в ближайшее время будут и на федеральном уровне приняты необходимые нормативные правовые акты, и в том числе в части санэпидем, регулирования вопросов, связанных с организацией детского отдыха. Сами понимаете, какая ответственность у организаторов, связанная с содержанием такого огромного количества детей, огромная ответственность с организацией безопасности, здесь это все обеспечено». Школьники были распределены в отряды в зависимости от своих увлечений, к примеру, спортивные, музыкальные и другой направленности. Запланировано, что мероприятия, организуемые для третьей смены детского лагеря, будут посвящены науке об окружающей среде в рамках года экологии. Многие из ребят далеко не в первый раз приезжают сюда, чтобы вновь встретиться с друзьями и интересно провести летние каникулы. «Был у нас тут много всего. Мы с отрядом готовим разные выступления. Очень весело, на тихом часу. Хоть нам и, говорят, быть потише, мы иногда шалим». «В этом лагере мне нравится, здесь очень хорошо. Но я думаю, смена пройдет хорошо. Но хоть и погода такая очень плохая, переменчивая. Ну, что поделать, с природой не поспоришь». «Сюда я приехала первый раз, и вообще в лагере я тоже первый раз. Когда я сюда приехала, мне прям очень сильно понравилось. Корпуса, очень хорошие ребята. Мы с ними сразу подружились. Очень вкусно кормят столовой, прям мне очень нравится». Мастер-классы, спортивные состязания, насыщенная концертная программа. И через три недели ребята из всех отрядов соберутся у традиционного прощального костра. Евгения Борода, Алексей Резвый, Обнинск ТВ. И это все, о чем мы и наши коллеги хотели вам рассказать сегодня. Напоминаем, программа новостей выходит на телеканале Обнинск ТВ по будням 19.00. Вы также можете посмотреть выпуск новостей на интернет-сайте телекомпании или на наших страницах в социальных сетях. Мы желаем вам всего доброго и прощаемся до завтра. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова